Сергей, я поздравляю тебя с юбилеем. Самое первое пожелание у меня будет, чтобы у тебя было крепкое здоровье. Хотя она у тебя есть, но много не бывает здоровья. Это во-первых. Во-вторых, хочу, чтобы у тебя было спортивное долголетие. 50 ты еще молодой парень, так что еще сколько придется работать, учиться и расти вверх. Чтобы за тобой тянулись люди и становились мастерами, как ты. Это мое пожелание. А дальше я хочу вспомнить, как он пришел ко мне. Обычно, когда я зачисляю группу, спрашивают, чего он хочет, какие цели, зачем он хочет заниматься. И он сказал, что вот он учится в академии. Поступил в академию ФСБ. И восточное единоборство, естественно, нужны. Силовая структура, естественно. И помню тренировки. На тренировках он работал полную силу. Любой удар, любой удар он старался сделать, как последний. Очень вкладывался постоянно. А есть даже легенда, первая у нас. Моя легенда длинная, не буду рассказывать. Я им рассказывал, что если удар, неважно, или блок, руками, ногами, не делать полную силу, он пользы не принесет абсолютно. Если его делать расслабленно, ты не будешь расти. Вот был он один из таких, который, неважно, что, он делал на максимуме. После тренировки, как обычно, я вот, я тоже такой был. У него стекло кимоно было мокрое, полностью, под отжимой. И, естественно, он бросался в глаза с таким отношением. Приходил, старался первым прийти, хотя он учился, и старался уйти последним. Ну, естественно, результат не заставил ждать с таким отношением, естественно. Начались чемпионаты. Он участвовал, по моей памяти, в три раза и становился чемпионом. Но дальше мы на Россию не могли поехать, не отпускали. Я даже письма писал, чтобы отпустили на чемпионат России и так далее. Не отпускали. Ну, с Академии. А так, он может быть, я даже уверен, что на России он показал бы тоже хорошие результаты. Ну, все от случая, от везения зависит, конечно, но результат он показал бы и на России. Вот. Я уверен в этом. Потому что отношение у него было очень серьезное. Любое дело он брался и делал, преодолевал. Не так, что это не получается, я уж полегче найду что-то другое. А как раз он делал то, что у него не получалось, то и делал. Если что-то не хватало. Вот. Растяжки. Ну, он растянут был хорошо, между прочим. Для... Ну, комплекции он, конечно, тогда был... Где-то весил он 80-84 в этих пределах. В тяжах выступал. Вот. Вот так вот... Редко, конечно, но... Счастье, когда такие ученики, как Сергей Бадюк, занимаются. И есть желание вот именно везти, везти, давать, давать. Вот. Есть ученики, которые, не освоив даже, просят, давайте дальше, дальше, еще новое и так далее. А Сергей Бадюк не из таких. Он пока не освоит, то не подойдет. Вот. За другим не будет. Он, естественно, так как тренировался и по максимуму вкладывался, он быстрее рос. И, естественно, ему надо было давать очередной какой-то прием или какой-то удар раньше. За это он часто подходил, спрашивал, вот, а я вот это уже более-менее, можно следующий и так далее. Вот такой был классный ученик. Я счастлив, что я знаю и он знает, что он занимался у меня и, естественно, на благо мне и ему. Вот. Мы провели эти пять лет, можно сказать, в согласии, без всяких нареканий. Вот. Потому что, когда видишь отношения, ну, уважаешь человека, когда видишь его отношения к занятиям, вот. В первую очередь, всегда же ценится, как он вкладывается, как он занимается, как он с уважением, как сказал, как надо входить, заходить, подходить и уважать. Вот. Он все делал на максимуме. Как сейчас ребята, которые вместе с ними занимались, мне говорят, ну, человек вообще просто, как выйдешь, он во всю мощь, короче, во всю мощь работал. Ребята, когда только, есть ребят, которые только на соревнованиях там стараются выложиться, а вот он во всем делал на максимуме. За что, вот, ребята, которые вместе, они его вспоминают, вот он давал. Все мощно, жестко так. Ну, это и хорошо. Так и должно быть. Главное, у меня задача была, как бы он не травмировал, а так все мне нравилось, я люблю жестко, потому что это же привычка, входит в привычку, когда на тренировке там тихонько там балетом занимаешься, а выйдешь и такой же балет показываешь на соревновании. А Бачук был и на тренировке, и на соревнования, сама жесткость, жесткость, твердость. Вот, вот таким мне и запомнился он. Вот, очень с положительной стороны, всегда относился к нему очень хорошо, за его такую надежность, веру, вот, воспитанность, что он это самое, ко всему относился серьезно. Даже маленькое там что-то, кто-то там говорил, да, это и не нужно. Нет, человеку нужно докопаться и делать именно как нужно, как положено. Вот и все, что я хотел бы сказать о Сергее Багитре.